666 день войны. ВСУ смогли нанести успешные удары по военным объектам России в Крыму. Об этом сообщают источники Астры. Украина переходит к стратегической обороне по всей линии фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. В своих ежедневных сводках строится и возводится большое количество оборонительных укреплений. Россия тем временем продолжает гнать солдат в бой и на убой. Выяснились подробности того, как это происходит, например, со штурмзетовцами и что с ними делают их командиры, как их прессуют, как их наказывают, как требуют с них деньги за самые различные вещи. Откровения штурмзетовца обсудим в сегодняшней несводке. В Соединенных Штатах продолжается обсуждение выделения помощи Украине. Республиканцы продолжают упираться. А снова выяснена на том, что не надо помогать Украине на том, чтобы реализовать собственные желания во вопросах миграционной политики Соединенных Штатов. К сожалению, в этом году они уже не успеют согласовать окончательное решение и, соответственно, выделить Украине помощь. Все это перенесено на начало следующего года. Это промедление уже сейчас жестко бьет по украинскому фронту, но, тем не менее, судя по всему, все-таки есть предпосылки к тому, что действительно помощь будет выделена, но уже в январе 2024 года. Тем временем официальное лицо Блинкин выступил и напомнил, что Россия уже проиграла. Путин уже проиграл, потому что не добился своих целей в Украине, так как не захватил Киев и не смог стереть эту страну с лица земли, как он намеревался сделать. И Украина уже почти два года обороняется против одной из самых больших армий в мире. Об этом и о многом другом в сегодняшней не сводки. Поддерживайте лайками, комментариями, подписками, ну и поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. А мы с вами переходим, конечно, к событиям, которые происходят на фронте и за его пределами. Что касается линии фронта, по ней серьезных изменений на данном этапе нет. Россия пытается продолжать наступать. Не то чтобы с какими-то успехами. Есть какие-то продвижения на Бахмутском направлении, но опять же речь идет о десятках метров, причем которые туда-сюда двигаются, потому что кто-то идет в атаке, потом это отбивают, контур наступают и прочее, прочее. Нет каких-то существенных повреждений ни по одному из участков фронта. Также россиянам не удается выбить украинцев из Херсонской области, с левого берега. И там украинские войска продолжают наносить поражение российской технике и живой силе. Собственно, на Запорожском направлении, опять же, Украину сложно сказать, что продвигается вперед. Скорее нет, но и Россия там не может выбить Украину с тех позиций, которые она заняла в рамках контрнаступления. Под Авдеевкой тоже изменений никаких серьезных нет. Россия все еще пытается атаковать степовое. Украина там активно сопротивляется. Нет продвижения и на Коксахиме, нет продвижения с точки зрения перерезания линии снабжения. Но Россия продолжает наносить активный удар, и уже стало известно, что Коксахим, собственно, восстановлению не подлежит. То есть, именно как рабочее предприятие российские бомбардировки сделали так, что для того, чтобы это снова было промышленным предприятием, которое может нормально функционировать, его просто придется построить заново. Это то, что касается линии фронта. Будем следить за изменениями, которые там происходят. Теперь к другим атакам, которые сейчас существуют. Центр дальнекосмической связи Воздушно-космических сил России и военная часть 287-35 были атакованы в Крыму. Это случилось прошлой ночью, точнее, прошлым ранним утром. Ранен сотрудник ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи, сообщает источник Астры. Сразу две атаки были совершены вчера по войсковым частям РФ на территории аннексированного Крыма, сообщают источники Астры. Первая атака произошла в районе 4 утра 20 декабря в Алуште. Как минимум три прилета зафиксированы по территории военной части 287-35 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште. Предварительная атака была совершена с БПЛА. Один слушающий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи. Следующая атака была совершена предварительно ракетами «Шторм Шэдоу» в 5 утра по центру дальней космической связи селевитина Сакского района. Полное название центра — 40-й отдельнокомандно-измерительный комплекс в составе главного испытательного космического центра имени Титова Воздушно-космических сил Российской Федерации, военная часть 814-15. По территории центра было зафиксировано как минимум два прилета, повредена одна единица военной техники. Пострадавших нет, сообщает Астра. Украина продолжает свои действия по выведению из строя российских войсковых частей, российских систем ПВО, российской техники. Мы их видим довольно регулярно. Эти атаки продолжаются и будут продолжаться. Продолжаются и удары по территории России. Беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в Нарофоминске. Об этом сообщил телеграм-канал 112. Издание пишет, что место оцепили, там работают экстренные службы. В связи с произошедшим образовалась огромная пробка. Люди не могут проехать домой. Собственно, скорее всего, мы увидим тот же сценарий, который мы видели минувшим летом, когда есть единичные атаки украинских дронов, которые не приводят к существенным результатам. Но они, соответственно, стягивают российские средства ПВО и заставляют Россию концентрироваться на определенных направлениях. После чего будет нанесен удар по российским промышленным заводам, работающим на оборонку, или по аэродромам, например, как это было уже минувшим летом. Поэтому мне кажется, что на данный момент, опять же, мы видим такую аэроразведку, то есть пути, по которым беспилотники могут пролетать, где они пролетают дальше всего, где больше всего систем ПВО, где лучше всего отслеживают. Это сейчас выясняет украинская сторона для того, чтобы затем нанести результативный удар массированной атакой. Россия, в свою очередь, продолжает обстрелы, но в основном гражданской инфраструктуры и гражданского населения. В региональных военных администрациях Украины рассказали о последствиях последних российских атак. В Херсонской области в течение 19 декабря было 82 обстрела. Ранено 16 человек, в том числе четверо детей. Под обстрел попали жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, медицинские учреждения, почтовое отделение, лодочная станция. Вот одна из причин существования плацдарма в Крынках. Собственно, украинские силы пытаются всячески оттеснить российскую артиллерию для того, чтобы она не могла наносить удары по Херсону и Херсонской области на правом берегу. В Харьковской области под обстрел попали около 20 населенных пунктов. Поворождены жилые дома и хозяйственные постройки. В поселке Купинск-Узловой ранена 55-летняя мирная жительница. В Запорожской области под обстрел попал 21 населенный пункт. Поворождены жилые дома и хозяйственные постройки. Мирные жители, к счастью, не пострадали. В Донецкой области ранен один мирный житель в Красногоровке. Это обстрелы последних дней и можно увидеть различные отличия между обстрелами российскими и между атаками, которые предпринимают ВСУ, за что в очередной раз ВСУ низкий поклон, что несмотря на то, что Россия два года пытается уничтожить их страну, два года пытается стереть их с лица земли, все еще украинская армия не стреляет прицельно по гражданским и не пытается уничтожать мирное население, в отличие от армии российской. Очередным подтверждением зверства российской армии является ночной обстрел Херсона, в рамках которого был разрушен склад гуманитарной помощи Украинского Красного Креста. Склад с гуманитарной помощью полностью разрушен в результате обстрела. Прямое попадание и пожар, возникший в результате этого, полностью уничтожил запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, которые хранились на складе. Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается, сказано в сообщении, но фотографии вы сами видите. В очередной раз Россия наносит удары по объектам, которые никакой угрозы не представляют, не являются военными или объектами военной инфраструктуры. Впрочем, мало кто уже этому удивляется, потому что сущность России и российской армии для всего мира за минувшие два года стала предельно понятна. Что касается дальнейших перспектив на линии фронта, то войска Украины, как и анонсировал Зеленский, переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта. Об этом заявила военная разведка Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине. В последние недели, как отмечает разведка, Украина мобилизовала усилия, чтобы укрепить фортификационные сооружения. В обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Твиттере, сказано, что президент Украины Зеленский с конца ноября 2023 года призывает ускорить фортификационные работы в ключевых секторах. В рамках одного из проектов Украины по состоянию на середину декабря 2023 года работает над укреплением обороны и вдоль границы с Белоруссией с помощью зубов дракона, колючей проволоки и противотанковых рвов, говорят в британской разведке. Минобороны Великобритании добавили, что Россия продолжает локальные наступления на нескольких участках, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. Крупный российский прорыв маловероятен и в целом фронт характеризуется застоем. Сказано в обзоре, это подтверждает суждение Института изучения войны и Руслана Левиева и многих других военных аналитиков, что широкого прорыва в рамках нынешнего российского наступления ждать не приходится. Собственно, оборонительная тактика на самом деле ставит один из важнейших вопросов этой войны, которым задаются с первых ее дней. На кого работает время? И вопрос, ответ на этот вопрос, не такой простой, как кажется. Владимир Путин, например, уверен, что время работает на него, потому что чем больше времени проходит, тем меньше, там, не знаю, Запад готов поддерживать Украину и вообще следить за всем происходящим. И тем больше противоречий в самих западных странах. С одной стороны, он прав, и мы видим результаты этого уже сейчас. Мы видим, что Евросоюз не может согласовать помощь Украине, и Соединенные Штаты не могут согласовать помощь Украине. Однако есть нюанс. И нюанс этот заключается в том, что оба приведенных мной проблемы, они являются не проблемами с точки зрения сомнений в отношении того, нужно помогать Украине или нет. Они являются результатом шантажа. В Америке результатом шантажа республиканцев, и в особенности трампистов. Но республиканцы, в отличие от трампистов, не ставят под сомнение необходимость помощи Украины, трамписты ставят. Но вот республиканцы просто хотят протолкнуть свой законопроект, который к Украине вообще никакого отношения не имеет. В Евросоюзе же история заключается в том, что Орбан мешает буквально как пропутинский агент, или как минимум как полезный идиот, который помогает Владимиру Путину своими действиями. И это все не связано с желанием или нежеланием поддерживать Украину. Да, эти проблемы должны быть преодолены, да, безусловно, они влияют на фронт, но тем не менее. Консолидация же, например, в том же Евросоюзе как раз гораздо выше, как будто бы, чем она была даже в 2022 году, когда были разные рассуждения на тему тому, нужно Путину сохранить лицо, не нужно Путину сохранить лицо и прочее. Поэтому если мы исходим из рациональных действий каждого из акторов, из чего я исхожу обычно и очень зазря, потому что, к сожалению, не все акторы принимают рациональные решения, тогда время будет работать в пользу Украины. Почему? Потому что возможности, которые есть у западного мира, сильно превышают возможности России. Да, Россия в моменте имеет, наверное, даже сравнимое или даже большее военно-промышленное производство, чем сейчас на данном этапе западные страны. Ну, если, по крайней мере, учитывать еще поставки из Северной Кореи и из Ирана. Но надо понять, что российская экономика и российское государство работает в форсированном сверхрежиме, тратя все, что можно тратить вообще на военку. Запад же работает в своем обычном режиме, то есть у них даже нет какого-то резкого повышения инфляции или сокращения бюджетов. Нет. Они как бы делают это в рамках нормального своего существования. Это значит, что они могут так продолжать довольно долго. А может ли так долго продолжать Россия? Вопрос не праздный. Цены в России повышаются, доходы бюджета не увеличиваются. И, собственно, откуда Россия в дальнейшем будет брать деньги, особенно если санкции, которые видны против России, будут работать лучше. Это большой-большой вопрос. Поэтому с точки зрения рационального разделения, время работает во многом в пользу Украины. Потому что Запад медленно, но верно наращивает производство и снарядов, и всего на свете, при этом не форсируя свою экономику и свою военную промышленность. Однако мы видим, что есть факторы, которые учитывает довольно сложные, на которые Владимир Путин рассчитывает. Факторы неопределенности. Ну, например, возможная победа Дональда Трампа на американских выборах. Многие, кстати, просят, что это будет большой победой Владимира Путина, потому что, значит, Трамп начнет ему подыгрывать. Я бы не был в этом уверен на 100%, потому что я помню, как Госдума в России поднимала бокал шампанского, когда Трамп победил на выборах американских. Но случился интересный нюанс. Дело в том, что из-за того, что Трампа все подозревали в связях России и что он вообще станет другом Путина, Трамп был вынужден во многом эти ожидания не оправдывать. И наоборот, часть вещей, которые он делал по отношению к России, была даже более радикальной, чем при предыдущих администрациях. Но в любом случае глобальная ставка делается на то, что институты в современных западных странах, они смогут преодолеть и победить институты авторитаризма. которые использует Россия. Тоталитаризм, я бы даже сказал. Мы уже видели, как Запад победил Советский Союз. Советский Союз, форсировав в том числе свое вооружение в рамках холодной войны и гонки вооружений, поставив на это все, разорился и развалился. Собственно, возможно, сейчас мы увидим нечто похожее, но окончательного ответа на это ни у кого нет. В любом случае, для чего это отступление? Чтобы понять, что оборонительная тактика сейчас не является ни в коем случае ошибкой. И наоборот, после попытки контрнаступления, которая закончилась не так, как Украине бы хотелось и как всему миру бы хотелось, естественно, довольно переход в оборону, потому что сейчас, что называется, ход России. Сейчас Россия пытается вести свое наступление и путем его остановки, путем уничтожения большого количества живой силы и техники Украина может получить преимущество. Потому что Россия как раз ведет наступление только одним ей известным способом, а именно мясными штурмами и бесконечными потерями. Собственно, Россия этим прямо сейчас и занимается. И поэтому, например, не собирается никто отпускать мобилизованных с фронта. Это официальный ответ Минобороны. Они написали, что нецелесообразно ограничивать срок службы по мобилизации одним годом. Написали они об этом в ответе Борису Вишневскому, депутату Законодательного собрания Петербурга. Словом Вишневского, к нему обратились жены мобилизованных, предложившие ограничить срок службы одним годом и вернуть их мужей домой. Депутат попросил министра обороны Шойгу поддержать это предложение. Установление иного срока военной службы и граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным, сказано в ответе Министерства обороны. Надо сказать, что это не первый похожий ответ Министерства обороны, но смысл его прост. Мобилизованных никто возвращать не будет. Сами мобилизованные на фронте, по крайней мере в каналах, которые они ведут в Телеграме, в своих Z-каналах говорят, что настроения в связи с этим довольно упаднические, потому что они вообще не понимают, сколько они будут воевать. Но я вам отвечу, уважаемые мобилизованные, вы будете воевать до своей смерти. Ну то есть почти все мобилизованные, если каким-то чудом Украина не выиграет в ближайшее время, вы помрете. Потому что чем дольше будет этот конфликт, тем больше Россия будет посылать людей на мясо и никого не будет посылать домой. Проблема с людьми у России все еще остается, пополнение контрактниками носит мифический характер, потому что при заявленных цифрах почти уже там в 450, а то и 500 тысяч на самом деле было набрано около 100-150 тысяч, что тоже немало, но тем не менее. Собственно Россия будет пытаться и дальше симулировать, по крайней мере до марта 2024 года, что все будет закладываться контрактниками, но потом пойдут и следующие мобилизации. Но в рамках следующих мобилизаций те, кто был мобилизован до этого, демобилизовывать не будут. Вы пушечное мясо, вы расход. Если ваши жены или в целом вы сами не придумаете какой-то способ, как спасти свою жизнь, например, выступив против тех, кто вас гонит на убой, то вы помрете, ну или станете коллегами, в лучшем случае, если вам сильно повезет. И, собственно, родственницы мобилизованных тоже должны понять, что вы можете уже сейчас там думать, как вы потратите гробовые, потому что по большому счету шансов того, что ваши мужья вернутся домой, они настолько ничтожно малы на данном этапе, что рассматривать их сколь угодно серьезно невозможно. Все, конечно, в ваших руках, вы можете это изменить, но для этого потребуется большое количество сил, смелости, энергии и интеллекта. Соответствуете ли вы всем необходимым критериям и сможете ли вы пойти до конца в самых тяжелых условиях давления страны и государства, именно от этого и будет зависеть, увидите ли вы еще когда-нибудь своих мужей живыми. Собственно, отдельная история, которая продолжается красной нитью российской армии, это зэки. Если российские солдаты, это просто пушечное мясо, то зэки это, ну, я не знаю, прикорм, расход. Ну, то есть, многие описывают, что российская армия продолжает в отношении штормзэдовцев ту же тактику, которую использовали, например, вагнеровцы в Бахмуте. Ну, то есть, их используют как приманки в том числе. То есть, берут группу, там, пять-десять этих зэков и говорят, идите отсюда и вот до обеда. Они идут, Украина наносит, собственно, удар, например, из артиллерии по этой группе, разматывая ее целиком и, соответственно, Россия запускает и в пивидроны вот в то место, откуда наносился удар. То есть, зэков используют как приманку. Об этом пишет, в частности, украинский аналитик Бутусов, подробно описывая эту схему и задаваясь вопросом, а что вообще делать с этой схемой, потому что она, да, чудовищна, но эффективна. А, собственно, Шторм Зерт и вот эти опустошенные российские тюрьмы, откуда понабирали зэков, это вот люди, которые, ну, там, количество, уровень выживаемости довольно низкий. Причем еще примечательно, что при этом они все равно более привилегированные, чем мобилизованные, потому что зэки, например, через полгода могут вернуться на свободу, причем с помилованием и со всеми остальными пирогами. Отличая от них, мобилизованных никакого срока нет, они там столько, сколько их будут там держать. И один из Шторм Зетовцев откровенно рассказал, что вообще происходит в их отрядах и как там все устроено. Он рассказал, как командиры сажают военных на подвал за любые провинности и как требуют деньги за выход из этого самого подвала. Сбежавший с фронта, боец подразделения Шторм Зет, их называют страхными батальонами, уточняет новая газета Европа, рассказал этому самому изданию, что его командиры сажали военных подвал за любые нарушения, даже мелкие. Подвал, по его словам, представляет собой небольшую комнату 3х3 метра, в котором постоянно находится по 10 военнослужащих. За выход оттуда командиры требовали платить по 15-20 тысяч рублей. Кроме того, по словам военного, командование требовало денег и закупленные бойцами в прифронтовых регионах автомобили. Например, человек купил себе автомобиль, а теперь он должен командирам отдавать по 20 тысяч в месяц, чтобы машины не забирали, пояснил он. Сам штурмовик бежал и сейчас находится в Донецке. По его словам, его контракт закончился еще 28 ноября, но никаких документов у него нет и выходить оттуда он не может. В конце ноября новая газета Европа также рассказывала, как российские военные на фронте покупают себе отпуска, ранения и возможность не участвовать в штурмах. Количество коррупции внутри российской армии и количество, собственно, попыток командиров выдать все со своих подчиненных, оно поражает воображение. И, собственно, подробно вот этот вот Z-штурмовик рассказ. Ну, вообще, с Z-овцами там много историй. Наркотики там очень активно в ходу. Я не знаю, напишите в комментариях, если хотите, выходил у верстки большой материал, как вообще устроено применение наркотиков в российской армии, да, и как это все работает, ну, то есть, насколько это масштабная проблема. Если вам интересно, можем отдельно с вами об этом поговорить. Более того, ну, собственно, вот эти вот отряды, да, они, их почти не обучают, у них мало обмандирований, их посылают на самые самоубийственные истории. Да, конечно, кто-то из них выживает, потому что, ну, их много, но, конечно, потери там просто гигантские. Но для того, чтобы потери каким-то образом возмещать, активно, как вы знаете, начали осуществлять облавы в рамках призыва, в том числе на мигрантов и на людей, которые недавно приняли российское гражданство. Я думаю, вы уже знаете, что было много таких ситуаций, когда приходили в мечети, на рынки, куда только не приходили, собственно, отлавливали и либо принуждали подписать контракт, прямо говорили, мы тебя вышлем, если ты не подпишешь контракт с Минобороны, либо, значит, пойти на срочку и оттуда уже подписать контракт. Ну, в общем, всячески пытаются пополнять окольными от мобилизации путями, потому что до марта 2024 года Владимир Путин мобилизацию планировать не проводить. И, собственно, мало что может изменить его это решение. Ну, если будет какое-то серьезное поражение на фронте, которое пока не просматривается, тогда возможно. Собственно, но новация в этом отлове заключается в том, чтобы не ходить по мечетям, продуктовым магазинам или еще чему-нибудь, а сразу на момент вручения российского гражданства выдавать повестку. Собственно, в Петербурге так и произошло. На церемонии приема в гражданство 11 мужчинам вручили повестки и обстановки на воинский учет. Как сообщает полиция города, церемония прошла в здании управления МВД по Калинскому району Петербурга. Один из мужчин, выходцы из стран ближнего зарубежья, получающие российское гражданство, принесли присягу гражданина России, сообщили в полиции. После этого представители военкоматов, присутствующие на церемонии, вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учет. Возможно, это не такая уж инновация, возможно, так было и долгое время, но сейчас постановка на воинский учет — это не просто повестка о том, чтобы вы пришли до момента свидетельства, прошли, но это вас почти сразу и почти гарантированно направят на срочную службу или будут уговаривать подписать контракт и принуждать подписать этот самый контракт. Вообще, это все я горячо поддерживаю, потому что это означает, что количество мигрантов, которое так сильно сократилось, что можно заметить по, например, горам мусора в Москве и не только в Москве, значит, количество мигрантов очень сильно сократилось из-за ослабления рубля, из-за охоты, которая на них объявлена, из-за ксенофобских настроений, которые все больше разгоняются внутри России, и, собственно, мигрантов, очевидно, становится меньше, и это хороший знак, потому что на мигрантах завязана и российская экономика, и в последнее время пытаются военную недостачу, так сказать, живой силы компенсировать тоже ими, мигрантами или людьми, недавно вошедшими в российское гражданство. Поэтому желание людей как приезжать в Россию трудовыми мигрантами, так и получать российское гражданство, судя по всему, в ближайшее время не просто снизится, а радикально уменьшится. И, конечно, ксенофобские настроения, о которых я уже упомянул, они только увеличивают количество причин, по которым миграция в Россию уже не выглядит такой привлекательной затей. Вот, например, новый большой виток — это патриарх российский. Он вообще в последние месяца два или три начал прям активную антимигрантскую кампанию. Прям начал жестко, я бы даже сказал, высказываться на радость за патриотом и на нерадость с федеральным властям. Потому что, опять же, дело в том, что российская экономика держится, как я уже сказал, на мигрантах. И их оттуда выбить — это будет большой удар по огромному количеству отраслей. Собственно, вы можете посмотреть у Саши Плющева в Телеграм-канале. Ему там в подпись ссылают всякие фотографии из Москвы, и не только из Москвы, как то снег никто не убирает, то, соответственно, мусор везде лежит. Это связано ровно с этим. То есть это история с тем, что количество мигрантов трудовых в России сильно сократилось. В основном, конечно, не из-за ксенофобии, и в основном даже не из-за того, что им повестки вручают, а из-за курса рубля. Ну, то есть теперь просто работа в России становится все менее-менее выгодна, так как курс рубля ослабевает по отношению к другим валютам. И вот, что сказал Патриарх в своей очередной ксенофобской речи, если тезисно. Это был доклад на сайте Патриархии. Значит, действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. В сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась, говорит Патриарх. В отдельных районах, в том числе в Первопрестольном граде, жизнь коренного населения становится почти невыносимой, говорит он, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию, государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ. Собственно, заключает Патриарх. Интересно вот это направление, такой неожиданный патриарш ксенофобии последние несколько месяцев. Насколько автономно он это делает, сказать сложно, но явного удовольствия от этого особо не видно со стороны федеральных властей, администрации президента. Вообще, на мой взгляд, вот эта национальная тема, она одна из самых опасных для России, и я считаю, что, собственно, ну, есть частое предположение, что если Россия проиграет в этой войне, надеюсь, когда, то, значит, она как-то вся развалится, в чем плохое видят не все, но начнутся междоусобные кровавые войны, в чем уже все солидарны, что это не очень хорошо. Однако, мне кажется, что все ровно наоборот, то есть, если Владимир Путин будет оставаться у власти, и чем дольше он будет оставаться у власти, тем больше будет национальных противоречий, связанных с мигрантами, не только с мигрантами, и, соответственно, уже настоящих каких-то столкновений. Вот недавно было на садоводе такое приключение, где полицейские пришли арестовывать какого-то водителя, значит, он их провез на капоте, они начали пытаться его задерживать. Собственно, пришло 80 человек, полицейским пришлось открыть стрельбу в воздух, кто-то получил там, и прочее, прочее. Таких историй будет все больше и больше, и эта тема немножко шире, чем просто тема с мигрантами. Это история про ненависть, ненависть ко всему вообще, что происходит, ко всем живым, неживым, ну, то есть российская пропаганда, она построена на ненависти, эта ненависть будет воплощаться в таких довольно примитивных формах, потому что чем больше ненависть, тем чаще она выходит через формы примитивные, связанные с там буквально отличием свой-чужой и прочее. Но, к сожалению, есть нехорошие новости и из-за рубежа. Сенат Соединенных Штатов не успел до конца года согласовать финансирование помощи Украине. Сенат Конгресса не будет голосовать по пакету мер, касающихся предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны. Все это не будет происходить до начала следующего года. В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу, и наша цель что-то сделать сразу после нашего возвращения, сказал журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Информацию о том, что соглашение не будет достигнуто до конца года, также подтвердил сенатор от республиканской партии Джон Тьюн. Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно, заявил он. Что, конечно же, является враньем, ну, то есть довольно активно. Вообще, сама идея того, что выделение внешней помощи в рамках, в том числе, интереса Соединенных Штатов должно быть привязано к внутренней поверстке, это идея шизофреническая, идея манипулятивная, и, конечно, показывает, насколько нынешняя республиканская партия – это просто вредители Америки. Каких бы взглядов они придерживались, даже если его консервативных взглядов, вы все равно должны понимать, что действия республиканцев бьют по интересам Америки и ее партнеров. И в этом контексте как бы можно обсуждать любой вид там иммиграционной политики, да, укрепление безопасности на границе, еще что-нибудь, можно, нет проблем. Если эти идеи действительно найдут поддержку среди американского населения, да, то они проголосуют за соответствующих кандидатов и прочего. Это нормальный легитимный процесс. Когда вы начинаете заниматься политическим шантажом, это ненормальный легитимный процесс. Вы бьете по интересам своей страны, своих сограждан и партнеров своей страны. Это неприемлемо для политика, на мой взгляд. Аукнется ли это как-то республиканцам на выборах? Посмотрим. Посмотрим. Вряд ли, потому что, ну, в целом аудитория специфическая у них на данном этапе. Ну, то есть, особенно если мы говорим про трампистов, они уже привыкли к тому, что все отовсюду врут, ведут себя как попало и прочее. Поэтому рассчитывать на их какую-то рациональность в принятии решения довольно странно. Но в любом случае не будем глубоко закапываться в американскую политику. Лишь скажем, что очень жаль, что вновь до января уже отодвинута помощь Украине, потому что это влияет прямо сейчас на формирование будущих операций, так как Украине необходимо понимать, сколько у нее есть вооружений и сколько потенциального не будет вооружений в ближайшее время. Но в Украине это вызывает тоже правильные процессы, процессы в правильную сторону. То есть, все больше обсуждается создание уже промышленности, оборонной промышленности внутри самой страны. И выход на самообеспечение – это тоже важные истории, которые должны развиваться. При этом Блинкин напомнил своим согражданам, что вообще Путин уже проиграл в этой войне. По крайней мере, он отметил, что это был тяжелый год на поле боя, но украинцы сделали невозможное, стояли против одной из самых больших армий в мире, сказал он. Также он сказал, что Путин уже проиграл в войне с Украиной, так как не добился своей основной цели – терять Украину с лица земли и поглотить ее Россией. Наша поддержка, также он упомянул, помогла не только украинцам. 90% помощи было потрачено здесь, в США, укрепляя нашу оборонную индустрию. Но американская помощь критична для Украины, подчеркнул он. Понятно, что это тоже в рамках вот такой общей кампании по вразумлению Соединенных Штатов, по вразумлению собственно граждан Соединенных Штатов, по вразумлению политических оппонентов, демократов. Вызмеет ли это эффект? Даст ли это итоговый эффект? Посмотрим в ближайшее время. Надеюсь, что в январе этот вопрос уже будет закрыт наконец-то на год. И вся вот эта вот упадническая волна, она пропадет и сменится маятником в обратную сторону. Я, впрочем, вчера сделал большое видео на эту тему. Но с точки зрения цифр и всего остального, проведя почему вообще 2023 год не просто там не хорош для армии России, а хуже, чем 2022. Просто на цифрах. Там была одна допущена оплошность. За нее я приношу прощение. Что-то у меня сместилось в мозгу. Я сказал, что Херсон был освобожден в 2023. Нет, это было в ноябре 2022, конечно. Просто что-то у меня слилось. Ну и там ноябрь у меня уже был ближе к 2023. Но в остальном там все корректно и правильно с точки зрения цифр и с точки зрения анализа. На мой взгляд. Правильно или нет, это решать, собственно, вам. Поэтому, если пропустили, то посмотрите. Но эти другие способы пополнения и украинской, не только казны, во многом обсуждают историю с конфискованными российскими активами. Я напомню, там около 260 миллиардов долларов, как говорят. Насколько эта цифра соответствует действительности, проверить невозможно. Их то находят, то теряют. Это были большие истории. Суть в том, что сейчас они заморожены. То есть Россия не может ими пользоваться. Это активы, которые размещены в странах Запада. И, собственно, долгая история, долгое обсуждение посвящено тому, можно ли их у России конфисковать в пользу Украины. В чем риски основные? Почему? Что против этого решения? Да, это то, что другие страны, такие как Китай, там Саудская Аравия или еще что-то, увидят, что оказывается их средства тоже могут быть при определенных обстоятельствах конфискованные и будут менее мотивированы вкладываться в европейские страны и в бизнесы там, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, сама заморозка уже показывает, что ваши деньги могут быть заморожены. И поэтому те риски, которые эти страны ощущают с точки зрения своего возможного поведения и дальнейшего заморозки активов в странах Запада, я думаю, они уже учитывают. Более того, конечно, плюсы здесь очевидны. То есть можно будет финансировать как раз большое количество проблемных отраслей, в том числе поддерживать Украину. Опять же, 260 миллиардов – это довольно приличная сумма. Но пока идут процессы по изъятию малых сумм из различных активов, но это важные процессы, потому что они могут выступить прецедентом. Кемпрокуратура Германии собирается изъять более 720 миллионов долларов московской биржи и пополнить ими государственный бюджет. Соответствующее заявление прокуратура подала в суд Франкфурта на май, не сообщает Шпигель. Речь идет о замороженных средствах национального расчетного депозитария – дочерней компании московской биржи. Средства находятся в немецком филиале крупного американского банка JP Morgan. По данным Шпигель, когда НРД попал под санкции Евросоюза в июне 2022-го, JP Morgan поступил в распоряжение о переводе более 720 миллионов евро другой дочерней компании московской биржи – национальному клиринговому центру – на счет в Газпромбанке. В связи с решением ЕС о санкциях оба банка не осуществили перевод. В прокуратуре считают, что деньги можно изъять, поскольку распоряжение о переводе стало попыткой обойти санкции ЕС, что расценивается как уголовное преступление. Как отмечает Шпигель, если деньги изымут в доход государства, то их не направят на конкретные цели. В прошлом звучали призывы конфисковать российские средства и использовать их для помощи Украине. Опять же, здесь просто хитрая довольно закавыка, что они там не напрямую просто конфискуют, а говорят «Смотрите, вот вы пытались эти деньги вывести, а вот это уже в свою очередь является уголовным преступлением, поэтому деньги мы изымем». Но почему это важно? Потому что это в целом снимет вот этот вот барьер. Ну, как, помните, как заявление Макрона про легкие колесные танки помогло другим странам преодолеть, значит, такой негласный собственный свой же запрет на поставку танков Украине. Да, при том, что французские вот эти АМХ-Р, ААХ-Р-10, не помню, как они называются, короче, они не являются танками. Так же и здесь, типа, просто распоряжение российскими деньгами, их изъятие может стать прецедентом, который подтолкнет к тому, чтобы передать российские активы. Более того, Financial Times писала, что и Соединенные Штаты в обсуждении с G7 предлагали план изъятия российских активов. В общем, будем надеяться, что в 2024 и эта история возымеет успех. И вообще 2024 год это будет год, который как бы снимет вопросы по поводу западной поддержки и что Украине будет оказана в достаточном масштабе и Украина сможет накопить силы для того, чтобы освободить свою территорию в ближайшие годы. Ну и во многом, конечно, на это влияют процессы, происходящие внутри Украины. Опять же, я не разбираюсь в украинской политике и не собираюсь этого делать. Однако вот эта тема с конфликтом между Залужным и Зеленским, она как-то особенно активно педалируется, хотя в последнее время стало поменьше этого. С одной стороны, да, очевидно, напряженность есть, это вынужден признать даже я, да, то есть я до какого-то момента говорил, отдайте, пожалуйста, какие-нибудь вообще доказательства хоть чего-нибудь. И действительно было большое расследование, которое показало, что существует определенного вида напряженности. Была показана и причина этой напряженности, и следствие этой напряженности. Однако, судя по всему, либо какие-то противоречия удалось отрести, либо вот это вот широкое внимание к этому конфликту как-то заставило и Владимира Зеленского, и генерала Залужного пойти на определенное сближение. И в последнюю неделю полторы, две, может быть, даже три, как-то мы не видим ни обострения этого конфликта, ни каких-то подтверждений его выхода на новый уровень или продолжения вообще его существования. Мы видим, что Зеленский очень уважительно называется о Залужном. Залужный тоже появляется в инфополе. Никакие истории с отставками Залужного и всего прочего их не существует. Это абсолютная выдумка, и никаких предпосылок для этого нет. Но интересно вот что. Что был проведен опрос внутри Украины, и он показал, что украинцы разделились почти поровну в оценке того, действительно ли между Зеленским и Залужным существует конфликт. Об этом свидетельствуют данные нового опроса КМИС. Немного больше людей, 39%, считают, что определенные разногласия, трения и недоразумения между главком и президентом почти или вовсе отсутствуют. 35% считают, что конфликт есть, но он не очень серьезный. 8% считают, что разногласия очень серьезные. 18% затруднились ответить. Меньше всего в конфликт главкома и президента верят в прифронтовых регионах Востока, 29 и Юга, 26. Больше всего на Западе и Центре, 35 и 41. Мне очень нравится этот опрос. Вот почему. Не важно цифры, мне нравятся соотношения, потому что видно, что те, кто на фронте, им вот не до этой херни. Они как бы конфликты там, не конфликты, что-то обсуждение. У них война, война активная. Те, кто ближе к центру, у кого тоже, конечно, война, по которым тоже, конечно, прилетает, но мягко скажем, да, их условия не такие, как условия вот в фронтовых городах. У них больше времени и возможностей для того, чтобы обсуждать, а кто у кого с кем конфликт, а что там, где происходит. Довольно понятная история. Ну и, в принципе, как вы видите, большинство считает, что серьезных разногласий в любом случае нет. Поэтому, мне кажется, это нормальный процесс. Я рад, что украинцы вот этой какой-то истерики не подвержены. По крайней мере, подвержены гораздо в меньшей степени, чем какие-то западные, например, медиа. Но также этот опрос показывает, что Валерий Залужный один из самых уважаемых людей в Украине, в украинской армии. К возможной отставке Залужного негативно относится подавляющее большинство респондентов. 72% отмечает опрос. И это справедливо, потому что, на мой взгляд, Залужный действительно один из, наверное, главных военных гений в современности. Он уже это продемонстрировал. Не надо, конечно, навсегда давать ему индульгенцию в связи с этим. Но мне из того, что он пишет, из того, что он говорит из тех оценок, которые дают, и из тем, как он управляет войсками, у меня пока не складывается впечатление, что как-то он стал работать хуже или что-то. Не меня оценивать, безусловно. Но, опять же, все, что я вижу, все, что я считаю, все, что я слышу от Залужного, это абсолютно адекватные вещи. Я действительно думаю, что это один из современных гениев. Я вполне себе допускаю, что в очень обозримом будущем, ближайшем, когда Украина будет в НАТО, Залужный займет какую-нибудь важную должность уже внутри самого альянса. Если не генсека, то, я не знаю, начальника штабов или что-нибудь такое. Ну, в любом случае, поживем-увидим, не будем загадывать, потому что, к сожалению, пока у нас не Украина в НАТО, не Украина в ЕС, не Украина в спокойное и мирное время, а Украина в состоянии войны с агрессором, который пришел на ее территорию ее уничтожить. Мы сейчас во времени находимся, когда каждый день мы видим смерти, и пока ничего не предвещает, что в ближайшее время это ужасное время прямо резко окончится. Ну, а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова